В 2000 году, значит, где-то весной, мы как-то собрались с Михаилом Мироновичем и начали вспоминать про высылки в себе. Его семья тоже была вся выслана, и дедушка, и бабушка, и тетя, и дядя, и наши тоже. И мы вспоминали, сидели часа четыре и вспоминали. И решили, что уйдет наше поколение и забудут эти репрессии, хотя все уже были реабилитированы, все репрессированные уже вернулись, очень мало остались там. А были высылки в основном в Курганскую область, Тюмень, Алтай, Кызыл-Ординская область. И мы решили собирать своих сподвижников. Собралось нас человек, наверное, 10-12. Маринов Андрей Дмитриевич, тетя Саша же женщина была, Момот, тетя Лена была, Баркар Стефанида была. И вот так, общаясь между собой, общаясь, мы решили все-таки какую-то память оставить, чтобы об этом помнили люди. Потому что если никто ничего не пишет, никто ничего не снимает, то все это забывается. И мы решили для начала поставить камень где-то, память, камень о безвинно убиенных. Их убили, очень много народу, начиная с 40-го года репрессировали. Их почти всех убили. В 41-м году всех убили. В 49-м уже забрали семьи, семьями. И тоже многие остались там. И мы решили, как бы, собраться. Объявление дали в газету, что вот, собираемся, хотим отметить этот день. И в 2-м году собрались в зале заседания гражданской полковной. Вообще была интересная очень картина. Сначала было тихо. Ну, слышно было, как мухи летают. Все молчали, все, потому что все были запуганы. Все боялись высказываться. И начали, один начал говорить, второй начал говорить. Через час в зале стоял гул. Все рассказывали про свои боли, про свои воспоминания. Делились. И люди даже, ой, вы знаете, мы же, оказывается, жили рядом в селах, а мы не виделись там. Девять лет жили рядом и не виделись. Как же так, как же так? Вот здесь даже и не знали. Здесь только узнали, что они там жили девять лет рядом. Вы понимаете, какая была беда. Ну, мы тогда организовали поминальный стол, бутербродики, рюмочка вина. И решили организовать свою организацию. Называли ее ДОРУ. Избрали совет из пяти человек. И решили, что мы пойдем дальше. В первую очередь нам надо было поставить, мы уже было поставили камень. Но мы хотели уже делать памятник. Там занимались, эскиз делали. Одни, вторые, третьи. И Михаил Миронович сделал эскиз, который сейчас там стоит, памятник. Значит, железная дорога, опутанная колючей проволокой. Путь в никуда называется. Потому что немногие вернулись оттуда. В ту сторону доехали все. Умирали и по дороге. Как говорится, жертв было много. Родилась девочка одна. Она по сегодняшний день живая. Она... А вот когда родилась эта девочка, все воспряли духом. Сказали, что Боженька нас не оставит. Раз. Есть, появилась.